Перелеснем страницу тележурнала. Сегодня в Тюменском драматическом театре состоится первая премьера сезона спектакль «Мертвые души». Причем коллектив назвал ее «Мировой». Как изменили текст классика и на какие жертвы пришлось пойти артистам? Об этом наш культурный обозреватель Дарья Власова. Просыпайся, земля! Знакомая со школьной программы название «Мертвые души». Однако авторов в этом произведении двое – Николай Гоголь и Илья Губин. Сложно сказать, сколько меня, сколько Гоголя. Когда ты пишешь пьесу по какому-то литературному материалу, ты должен слиться с этим литературным материалом. И поэтому я не могу уже разделить, где мои придумки, где текст Гоголя. Драматург дополнил текст классика. Акцент в этой поэме сделали на музыкальную составляющую. Артисты в спектакле поют и танцуют. Для тебя все наблюдишь, не подано. Но если ты проходи и не цепь, За душою, что было добра дана, А за душу немного даю. Что касается исполнения, так называемой, этой арии, кабачной арии, то, ну, это Стас Михайлов, так сказать, от Стаса Михайлов там самолюбование, любовь к себе, и что сочетается, собственно, как с любовью не к народу, а к себе. Сергей Скобелев с восторгом принялся разучивать свою вокальную партию. Однако не все артисты были готовы к пению вживую. Я сказала, что все будет живьем. Ну, потому что, во-первых, уже вообще никто не поет под фонограмм. Ну, конечно, были такие надежды, что вдруг все-таки это отговорка, что вдруг голос потеряется, вдруг все что-то. Пока одни учились попадать в ноты, другие играть на музыкальных инструментах. Игорь Гудманис и Егор Баранов за два месяца с нуля освоили гусли и баян. Если играю на гитаре, я неплохо научился играть на гитаре. И она говорит, ну, играешь, так ты на густах же то же самое, пожалуйста. Вот, сыграешь. Я такой, ну ладно, сыграю, чего нет. А выхода нет. Нужно играть, надо играть, значит, берем и играем. Ну, приезжал вот музыкальный руководитель спектакля, Андрей Максимович Федосикин. Сначала меня учил, как там правильно нотки расположены, как это все нужно перебирать, какими пальчиками играть. А потом уже потихоньку я сам уже начал подбирать. Что получилось, услышать зрители смогут в эти выходные. Правда, билетов осталось совсем немного. Так что желающим первыми увидеть оригинальную трактовку давно знакомой классики, стоит поторопиться в косы.